добрый вечер мы продолжаем рубрику специальный гость эстафету с прошлой встречи наталья константиновна усина передала прекрасной азизе умаров и здравствуйте азиза здравствуйте ирина и у нас сюрприз азиза сегодня пришла не одна здравствуйте хикмат как обычно как обычно мы очень рады мы меняем традиции у нас обычно один специальный гость сегодня два специальных гостя это прекрасно я вот пыталась до начала записи выяснить как же мне представить наших гостей на понимаю что это такая странная история мало найдется людей в ташкенте и в узбекистане кто вас не знает и мы знакомы давно но давно не встречались в театре все-таки я скажу что азиза умарова это политический общественный деятель и мы не будем сегодня говорить о вашей профессиональной деятельности потому что мы сегодня посмотрели спектакль ай лав ю бак в основном будем говорить наверное о театре а спектакли о театре ильфом в частности и я скажу о хикмате это предприниматель соучредитель университета тим ташкенте и этот университет который подымает на определенный уровень высшее образование в узбекистане за что вам большое спасибо за то что вы делаете и за то что вы нашли время к нам прийти спасибо я хотела сказать что мы начали разговор до записи о спектакле который вы посмотрели спектакль ай лав ю бак который вы не видели до этого поделитесь пожалуйста впечатлениями я бы хотела сказать что получила просто невероятно удовольствие сегодня потому что я понимала конечно потому что я очень большой любитель ильхома что будет высокая планка что это будет очень эстетично замечательно и интересно но меня переполняют эмоции от того что я получила в трое больше чем я ожидала из-за того что настолько нестандартное решение в плане спектакля как много было интерактива со зрителями вот этот контакт соприкосновения с залом сколько много было вот этих пасов вопросов и ответов насколько актуальная тематика которая с этим болит поднималась в этом спектакле я считаю что просто это было замечательно замечательная постановка замечательный спектакль мы уже обсудили что-то гражданский спектакль гражданский театр до бежать оринарием чоль она немецкий режиссер который делал этот спектакль во время пандемии и мы сделали этот спектакль онлайн то есть мы репетиционный процесс шел 9 недель и вот мы видели мириум в окошечке экрана и сами репетировали с молодыми ребятами в подвале театра ильхом я у меня вопрос вы наверное вот всех кого увидели сегодня на сцене видели в первый раз это новое поколение театра ильхом вам есть чем сравнивать вы ходите в льхом давно скажите отличается она чем-то от тех кого вы привели привыкли видеть или все-таки какие-то скрепы есть и мы несем традицию ваше ощущение по поводу нового поколения это мне конечно тяжело скажем ставить на одну планку некоторую академическую которые есть у валгодина например да и скажем молодых воспитанников театра студии да но в любом случае конечно чувствуется преемственность чувствуется льхомовская школа каждый день был органичен каждый из актеров сегодня показал ну я считаю прекрасный профессионализм поэтому ощущение было что я пришла на совершенно нормальный профессиональный спектакль он и был таким но мне понравилось что из-за того что очень была молодая группа артистов смелые были очень смелые монологи очень смелые диалоги очень все было актуально то есть ты пришел как будто поговорить вот с давними знакомыми с друзьями всегда был диалог зал мне очень понравилось насколько аккуратно были подняты очень непростые темы например вопрос поколения отцов и детей мы же все равно все родители сразу примеряем себя насколько очень деликатно но тем не менее достаточно доходчиво были показаны очень многие перегибы которые бывают родители какие непростые бывают им отношения то есть каждого была возможность со стороны посмотреть и примерить ну какую-то наверное из этих лет которые были сказаны на себя мне понравилось как очень деликатно подошли к вопросу роль женщин домашнее насилие участие в общественной жизни насколько важно говорить всегда и называть его своими именами гражданская позиция гражданственность отношение к экологии отношение к трамваю отношение к светофорам в городе все о чем болит бесконечный список очень больных тем которые вот сегодня мы смогли охватить вы знаете вот в этом спектакле есть моменты голосования когда зрителям предлагается проголосовать по тем или иным темам и мы имеем возможность счастливую наблюдать динамику того как меняется мнение людей с течением времени вот сегодня ясно спектакль не видел несколько месяцев и сегодня смотрела вместе с вами правда оттуда задних рядов и мне был виден весь зал вы голосовали до голосование у вас посмотреть на зал в этот момент я подсматривал очень интересно я вот об этом хочу сказать что к сожалению у нас вообще социальных опросов социологических опросов практически нет приходите в льхо и я понял что можно косы этот срез увидеть здесь и на самом деле понимаешь насколько важно вообще понимать что происходит у тебя в обществе и я вот такая мысль была что не так много мест он онлайн то понятно где то мы там фейсбук что-то говорим а вот оффлайн мест где можно высказать мнение узнать чужие мнения с уважением к ним относиться потому что были моменты где я смотрел и мои соседи не голосовали или голосовали против и мне я понимал что но это их точка зрения и надо уважать поэтому для меня очень понравилось важным что действительно идет коммуникация очень сильно изменился на мой взгляд именно вот рассказали про гражданский театр мне очень понравилось очень по-другому воспринимается история когда ты понимаешь это личная история и конечно же вопрос поколений потому что когда тебе за 40 ты понимаешь что в зале очень много молодых людей у тебя есть возможность на них посмотреть послушать молодых и на сцене молодые люди которые рассказывали свои истории это очень талантливые люди прям пасекая надежда знаете на жизнь на общество что все-таки есть интересные люди они не боятся говорить приводите своих студентов к нам обязательно кстати мне кажется будет очень полезно прийти от прям может очень хорошие мы можем сделать показ для ваших студентов и обсуждение после мы любим это нам нужно обратная связь вот от конкретных наших ровесников и соотечественников поэтому можем это обсудить сюда я смотрела сегодня этот спектакль каждый раз ловлю для себя какие-то новые темы которые меня очень трогают больная тема уезжающих людей из узбекистана она была актуальна много лет назад она была актуальна три года назад когда мы делали спектакль тексты которые мы слышали здесь о том с какой болью молодые люди говорят о своей любви к родине и о том что они все-таки уезжают для меня это всегда печальный момент но финальная . вот и спектакли я остаюсь в узбекистане жизнь утверждающая жизнь утверждающая и это то как мы чувствуем поэтому мы здесь и сейчас говорим о том что болит но не потому что мы хотим сделать кому-то больно потому что мы хотим отличировать от рефлексировать и лечиться может быть и лечить вместе а что вы чувствуете вот именно эта тема меня интересует ну потому что я знаю что вы люди много повидавшие получившие образование не в узбекистане но приехавшие сюда со своим опытом со своими болями и может быть со своими планами расскажите мне как вы видите будущее наш настоящий нашей страны будущее нашей страны и позитивная точка она правильная в этом спектакле